Привет друзья! Ну вот и подошло время подвести некий итог и сделать короткую подборку интересных на мой взгляд идей опубликованных в последнее время на моем канале. Реставрация старого клинка и интересный вариант рукояти из медной проволоки и эпоксидной смолы. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а это практичная подставка под ноутбук с дополнительным охлаждением. Мне тут писали, что это охлаждение вовсе не нужно, так как все необходимое предусмотрено конструкцией. Есть одно но. При чрезмерном нагреве, дабы избежать неисправностей, система начинает тормозить все программы, чтобы снизить температуру. Так что для лучшей и эффективной работы дополнительная вентиляция самое то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Переносной блок для мелочей, сделанный из заглушек и пластиковых труб. Продолжение следует... Продолжение следует... А этот вариант объединил и дополнил две предыдущие самоделки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Различные варианты бензиновых горелок. Продолжение следует... Так появится алюминий. Так что 660 градусов тут точно есть. Но вообще я предполагал ее использовать для запайки различных деталей. Этот вариант отличается от предыдущего тем, что емкостью для топлива является... Не пол-литровая бутылка, а стеклянный шприц, он же ручка горелки. Продолжение следует... Здесь же топливная емкость. Это два пластиковых шприца. Но горелка также сделана на основе ветеринарной иглы. Продолжение следует... А это уже игла для накачки мечей. Продолжение следует... Простейшая лампа для рабочей поверхности. Ее можно очень просто и удобно разместить над тисками или при пайке различных мелочей. В общем полезная штука. Продолжение следует... Ручка для струбцины. Пригодится тем, кому приходится что-то сверлить, а тисков нет под рукой или деталь просто нельзя в них зажать. Деревянные тиски тоже очень удобная вещь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Столярное шило сделано из бура. Материал для ручки это эпоксидная смола и порошок полученный из винных проволок стертых на наждаке. Ну а в завершении точильно-шлифовальный станок, сделанный на основе дрели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выброс пыли в помещение на 90%. ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лучшая благодарность автору за его труд это лайк под этим видео. До новых встреч друзья! Здоровья вам и вашим близким! Субтитры сделал DimaTorzok